Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды Ежедневные награды я забираю за лигу сёгонов 3 звезды, так 90 долларов 23 монеты, это превосходно В магазине мы с вами забираем бесплатную колоду, так нам походу, а выпадает крип, точно именно он Так друзья, задания я по-моему все выполнил еще вчера, так же кстати я вчера проходил Сметение из другого измерения и прошел полностью, но у меня погиб железноголовый там и зек Да, два персонажа у меня все-таки погибло, но весь реворд я там получил Ну что же, начинаем с турнирочки, пожалуй с вами, меня сбросили до лиги сёгонов 2 звезды, ранг 78, поэтому нужно нам продвигаться Как можно быстрее, так, Пол, Джефферсон и Венута, вот даже как, ну будем наверное начинать с Венута Так, у него я вижу 55 уровень, это максимальный, поэтому давайте мы начнем наверное с наших 60, хотя это риск Ладно, берем Паукуса, возьмем Ванюшу, возьмем Тимати Сплинтера, я прокачал его до 55 уровня, как вы видите И, кого нам еще не хватает здесь? Нам здесь не хватает хиллера Да, это, пожалуй, будет у нас морозильная кошка Ну, вот как-то такая пачуля у нас с вами собралась, давайте попробуем, сможем ли мы справиться Без Леонарда, как говорится, да? Ну что, Орлы, получите удар от Паукуса Кстати, у них здесь, по-моему, а нет, хиллер есть, у них есть хиллер, это у нас бибоп получается, да? Ладно, надеюсь мы его сейчас быстренько, хотя быстренько не получится Давайте еще пробафаемся с вами хорошенечко Может быть, Сплинтер нам что-нибудь хорошее даст, да, дает нам крит-атаку, да, и усиленную атаку Тимми он дал под хилл, опачки Почему Тимми у меня такой ватный, кто мне скажет? С какого, блин, перепуга, елки-тыпалки, я его взял Ой, и этот сейчас захиляется, да? То есть массовая атака от Паукуса просто-напросто в никуда ушла, да? Сейчас будет Ванька отгребать ее, просто это уже, видите, контратака У всех, якобы Так, ну что, кто у нас там первый будет ходить? Я боюсь, что вот этот вот охламон сможет пробить мне Тимми Я не знаю, давай попробуем, конечно О, хорошо, здесь нам повезло, друзья, здесь нам повезло Следующим будет у нас ходить слэш Блин Кошечку-то не хотелось бы, конечно Может быть, заморозить получится Давай попробуем бросить комочек Комочек опять же у нас не прокачан Ничего не вышло Ох, как же он получил Давай, Сплинтер Да чтоб тебя Ну, хоть бы заблокировал бы ему способности, что ли По-моему, сейчас Тимми конец Да, друзья, его, наверное, сейчас добьют Ой, сейчас вот много-много кто у меня упадет Ну, опять же, очередная банальная моя ошибка, друзья мои В том, что я захотел сыграть на равных Ну, как видите Мне же не видно, какой враг Какая у него прокачка скиллов и тому подобное Понимаете, я вот смотрю его визуально Что вижу и приблизительно представляю Да, если у него 52-й, а я беру, например, 60-й уровень Да, как бы в моем предположении я его должен забомбить Но, видите, карта идет против меня Я не ожидал, что Тимми будет такой ватный Обычно он у меня нормально стоит Как танк, провокатор Но здесь он расклеился практически моментально Причем у него уровень 57-й Ладно бы у него был 50-й Тогда я еще мог бы понять Но он выше их на 2-3 уровня И так получал, как будто, я не знаю Как будто он вообще ватный, друзья Да, Тимми меня расстроил Он попадает у меня автоматически Знаете куда? В мой черный список Который у меня, вы знаете, есть, да? В нем у меня уже сидит мутагеноид У меня там сидит пиццелийцы Там очень много кто у меня сидит В этом списке В черном Которые просто-напросто не оправдывают Сами себя именно на данный момент Потому что они ватные Они просто рассыпаются То есть я не могу на них положиться У меня есть определенная, да? Кучка героев На которых я 100% могу положиться И есть вот такие вот Неудачники, скажем так Ой, вот так вот всегда, ребят Вот с первого боя заведут меня На всю игру Теперь буду нервничать И знаете, такое ощущение Что я как будто что-то проигрываю Знаете, у меня какая-то Крупная ставка здесь И, ну, знаете, как вот Истинная, азартная игра Хотя я на самом деле таким не являюсь Но все равно почему-то Меня это задевает Ладно Аарон, Диана и Сашка здесь, да? Ну, давай, давай, Санька возьмем 54 уровень Лео У него, кстати, последний откат Я потратил Почему зэк автоматически ставится? Я не понимаю Так, ну, здесь нам нужно отыграть кого? Давай, наверное, отыграем Кренга Супершредера Рафаэля И Донателло-видение Вот такую команду, ребят, я взял Сейчас мы попробуем ими хорошенечко забомбить Естественно, вся надежда у меня на Лео Тут к бабуле не ходи Давай, Лео, не подкачай меня И он, в принципе, не подкачал Но, как всегда, Донателло выживает Давай-ка вот так вот попробуем сделать Тиу Че, серьезно, что ли? Ну, давай так тогда Пам Даже Крэнк 45-го уровня Завалил 56-й Неплохо, да? Ладно, друзья мои Переходим дальше у нас Сегодня нам нужно хотя бы добраться До Лиги Сюгонов 3 звезды Честно говоря, я вот вчера вечером играл И я думал, что сегодня доберусь до мастера Потому что у меня была Лига Сюгонов 3 звезды И как раз ранг где-то 23-25 Думал, ну сегодня встану с утречка И нормально все выйдет Но, как видите, скинули Гаденыши Так, ладно, идем в бой И выбираем здесь с вами Алексея Да, Лешенька, давай Давай, наверное, мы немножечко Разомнемся Так, 57-й уже уровень Так, здесь шутить не стоит Возьму нейтрализатора Возьму караечку Так же, как и змею Плюс Рокзарчика и Да что такое? Почему у меня автоматически берется следующий персонаж? Не пойму Я не нажимаю на него, друзья Как-то само так получается И давай, наверное, возьмем В эту пачку зэка Ну, тут, конечно же, мы, наверное, распишем Сейчас Рокзар у меня встанет в стойку Зэк начнет бомбить Тут у них хиллер есть Об этом не стоит забывать Ладно, надеюсь, мы сейчас справимся Бросаем кунай от караи Что делаем дальше? Дальше нам, в принципе, надо встать В стойку Да Так, следующий Ходит змея-карай Крик души И посыпались, ребятушки Посыпались Как листья осенью Все, нейтрализатор их всех добил Ну что, я считаю, что сейчас В данный момент Битва была очень хорошая Быстрая По инициативе мы Даже не дали шансу Врагу И переходим, конечно же, дальше Я все жду Когда мы перейдем В Лигу Сегунов Три звезды Но это вообще-то не происходит Вот еще один бой мы с вами сделаем И после этого тогда уже Точно окажемся там Сан Грегори И кто там? Четалин Эстыван Вот даже как Ну тогда нам надо выбирать Грегори, скорее всего Нет, вру Друзья, вру Четалина Надо брать Вот именно его Так, берем сюда Багстера Стокмана Возьму сюда Донателло Также Змейка Вьюна Он пригодится Возьму Не буду я брать Муху Не хочу я Да, вот Давай вот этих вот возьмем Блин, друзья Ну, смотрите Я уже практически Всех своих Классных персонажей Потратил И результат этого всего боя Я вернусь Просто сейчас На свою позицию Позиция у меня Лига Сегунов Три звезды Ха-ха То есть От чего ушел К тому и пришел Так, давай бомбить Угу И добивочный Ну давай волной Так уж и быть Пускай волна Все Очень хорошо Двигаемся Друзья С вами дальше Остается, наверное, еще Один-два боя Скорее всего Даже один Сейчас посмотрим Ну, по крайней мере Хотя бы я вернулся В Лигу Сегунов Три звезды И 88-я позиция Если два боя Мы с вами сделаем Я буду где-то, наверное На 50-м месте Ну, по моим расчетам Так Мула Дима И Пия Ну, давай, наверное, начнем Не начнем А будем Драться с Димкой В принципе Тут, друзья мои Имба Я беру сюда Усаги Возьму И Также возьму Та-та-та-та Давай железную голову И к ним Я Возьму Шархана Бибобчика Нашего И Ну, пускай Это будет Кирби Я знаю, друзья Я знаю, что это Большой риск Но я Верю Верю В нашего Усаги Очень сильно Причем Поехали Так У него Тоже Кстати Кирби Это Хиллер Надеюсь Он повесит Постепенный Урон Ага Вот эти Минус Два Сразу Три И Слушай Мы можем Добить Или Лучше Нам Нет Я лучше Возьму Провокацию Сейчас Фиг его знает Что у них Там На уме Так Давай Добьем Так Надо Вот этого Бибопа Нам Кромсать Смотри Так Эти Два Осыпались Летит Граната Ёлки Слава богу У нас Выжили Все Нейтрализатора Нужно Уничтожать А я Боюсь Не справлюсь Так Тогда Делаем С вами Массовый Отхил Упал И Добиваем Бибопа Все Друзья Мои Как вы Видите Прекрасно У нас Усаги С этим Делом Справился Плюс Конечно Железноголовый Здесь Не подкачал Встал В стоечку Все Как Полагается Конечно Граната Это Массовая Атака От Нашего Жирного Нет Нашего От Вражеского Жирного Кабана Немножко Мне спутало Карты Но Все Все Устояли Слава богу Опять У нас Здесь Сан Опять Грегори И тут Уже Мира Ну Будем Наверное Мы С вами Выбирать Так Сан Давай Крысиный Король Как же Я утерпеть Могу И что Получается Мне нужно Брать Лео Ой Как Тут Опасно Если Дони Бросит Свои Сюрики Он Упадет И Если Кролики Сделают Свою Массовую Атаку Он Упадет И Че Мне Тогда Делать И Что Мне Тогда Делать Друзья Мои Крипа Что Брать Нет Не Хочу Я Брать Крипа Ладно Фиг С ним Упадет И Упадет Мне Главное Отыграть Ну И Крысиный Король Тоже Не Забывайте Ватный Так Ну Что У нас Надеюсь Инициатива Да У нас Хорошая Инициатива Давайте Попробуем Сыграть Через Уклонение Может Все Будут Промахиваться Здесь Ага Ага Танец Что Он там Незаметно Сделал Вот Об этой Атаке Я вам Говорил Массово Сейчас Будет Слушай Ну Еще Терпимо Я тебе Скажу Это Очень Хорошо Так Встаем Конечно В стойку Рафик У нас Прикрывает Весь Отряд Дальше Можно В принципе Похиляться Я боюсь Что этот Гранонату Бросит А этот Будет Сюрики То есть Вариант Как просто Атаковать Мажем Так Рафаэль Отдай-ка Ему Сдачи Молодец Красавчик Так Ага Этот С ножами Я думал Сейчас Будет Бросать Лимон Но Нет Нет Тогда Мы С вами Сделаем Массовую Атаку Она Конечно У него Вообще Не прокачанная Поэтому Особо На нее Не рассчитываем Опа Кстати Это хорошо Что он Бросил Свою Бомбочку Ну Что ж Добиваем Наверное Мы с вами Вот этих Вот Кроликов Вот таким Вот Круговым Ударом Добили Нет 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 Твою же Маковку А ты Посмотри Ты Посмотри Что они Творят Так Добьем Кроликов С вами Попробую Блин У нас Очень мало Времени На провокации С вами Осталось Очень мало Она сейчас Упадет Сарафика И все И начнется Тут тогда Такая Волокита Я надеюсь Я надеюсь Что Донни Здесь упадет Очень хочу Вот она Лимонка Епар Теперь будем Хиляться Теперь нам Успеть бы Хилнуться Это еще Ай-яй-яй-яй Ну-ка Да упади Ты упал Донателла Слава богу Так Бибов Да здесь у нас Стоит Выеживается Ну-ка Не вышло ничего Так Этот пит Еще нервирует Меня Все Давай Короче Давай Наверное Мы сделаем Вот так Вот Минус Теперь Отхил От мухи Ой-ой-ой-ой Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Не надо Буянить Так Муха Держись Там у меня Пожалуйста Сейчас этот Переключился Ладно Бомбим По кабану Постепенку Повесь Отлично Хорошо Добей Да конечно Добьет Тебе Этот Ватник Ну что Голубок Ух Ой ребят Как я за муху Переживал Господи Ну вы прекрасно Понимаете Что она Ватная Вы видели Сколько у нее Здоровья И как она Получает урон Но тем не менее Выжили мы Слава богу Я думаю 50 место Мы заслужили 51 Хорошо Ладно Скажу так Сегодня Ареночка Была Превосходная Не зря Подрались Но опять же Меня сбросят Сбросят Ну не так уж Низко будет Это все Что у меня тут Мутаген разыгрывается Ладно Это я сделаю Все за кадром Это все Сделаем за кадром А у нас С вами Подожди Кстати Насчет монет Сколько у нас Монеточек С вами Покажите пожалуйста Ага 102 монетки Отлично Значит Друзья мои Мы с вами Покупаем 3 ДНК На Шенегами И нам Остается всего лишь 5 ДНК Накопить И она У нас Прапается Это классно Здесь 480 Джетонов Конечно же Это же Этого мало Нам нужно 610 Для того чтобы нам Открыть Рафаэля Изведение Хух Ну что Теперь идем С вами На испытания И первая Боя это у нас Классическая бойня Классика Так Поехали Здесь Мне тоже Дают Всю Имбу Практически Ну Фиг с ним Ладно Сплинтера Мы можем И Донателло Ближе К 6 5 эпизоду Отключить И поиграть Без них Но Это испытание Вряд ли мы с вами Полностью Все пройдем Это я вам точно Говорю Потому что В конце Будет Кто у нас тут Крэнк И Шреддер Да Ну Если Шреддером Мы еще Забомбим Как-нибудь Сгорем пополам И то неизвестно Сколько там будет Волны у нас Перед этим То С Крэнком В его Технодроме Я Честно говоря Не совсем уверен Ну Ладно Дойдем До туда И увидим И Как вы говорили Друзья Снимайте Все Точнее Снимай все Ну Вы ко мне Обращались Рэй Снимай все Кому Не хочется Смотреть Вот это Начальное Прокождение Тот Может В принципе Видосик Промотать Я с вами Соглашусь В этом Плане Поэтому Не будем Ничего С вами Вырезать Будем И Снимать Все Как Есть Ну Что Бибоп У нас В кармане Пошли Теперь За Рокстеди Так Здесь 20 И 25 Уровень Поэтому Опять же Никаких Проблем Не должно Быть Эти Ватники Естественно С одного Удара Будут Падать Ну Естественно Эти волны Ватные Поэтому Быстренько Мы сейчас С ними Справимся Хотел Сплинтера Знаете Прокачать Где-то До 70 Уровня Я думаю Что от него Будет Колоссальный Толк Тем более У него Вот эта Вот Возможность Контратаковать Как у Рафаэля Она должна Нам очень Хорошо Пригодиться При этом У него Есть Массовый Баф Единственное Конечно Что он Рандомный Никогда Не знаешь Что он На тебя Повесит То ли Атаку То ли Крит То ли Защиту То ли Отхил В общем Такой Вот он Непредсказуемый Ну что Друзья Переходим На третий Эпизод Тут у нас Донателла Давай Погнали Так Опять же Я ставлю На автобой Консервные Банки Тут у нас Состоят Ну Естественно Это Мех Дроны Ну Я их Называю Я бы Вообще Их Назвал Гидрантами Они На самом деле На них Очень Похоже Согласитесь Так Минус Клан Фуд Оу Маузер Выжил Тридцатого Уровня От Пятьдесят Пятого Да Сплинтер Что-то Ты как-то Слабовато Бьешь Переходим С вами На третью Волну И тут У нас Ага Рокс Иди Упал Потом Бибаб Будет У нас Отлично Все Прошли Как всегда На три Звезды Все Отлично И Двигаемся С вами Далее Дальше У нас Будет Кто Тут Кто Дальше Будет Разыгрываться Покажите Мне Пожалуйста Лео Поехали Тогда Вот Тут Уже Появляется Шреддер Тут Уже Будет Появляться Шреддер Так А уровень Какой 45 То есть Это Уже Звоночек Нам О том Что Рэй Пора Тебе Убирать Сплинтера Наверное На следующем Бою Сплинтера Здесь Не Будет Хотя Посмотрим Он 55 Уровня В принципе Он должен Как бы Справляться Но это Придется Его Либо Прикрывать Постоянно Либо Хилить Ну Посмотрим Так Шреддер Понятное дело Орет Зачем Зачем Вот Такой Вот Я Все Время С одного Удара Ребят Я Все Время Смотрю На него Когда Он Делает Свой Вот Этот Выход Зачем Он Встает В Такую Позу Что Он Хотел Сказать Я Не Знаю Типа Я Самый Крутой Здесь И Том Подобное Даже Крэнк Так Не Выделывается Ну Что У нас С вами Пятый Эпизод Здесь Лишь Только Донателло Но Он Как видите Семидесятого Уровня Я думаю Что он Сможет За себя Постоять Плюс У него Массовая Атака Это Очень На самом Деле Круто Так Маузер Хорошего Делываться Отлично Тут Уже Кстати Будут Четыре Волны Ну Я думаю Что Справимся Без Проблем Кстати Вот Испытание Из Другого Измерения Да Зэк Там Оказался У нас Ватным Он Десятого Уровня Не Вытягивает Он Постоянно Приходится Его Прикрывать Вешать Уклонения Как-то Защищать И вот Там Был Момент Где Я пропустил У меня Все Было В Откатах И По нему Пару Раз Пригрели И он Упал А Железноголового Как я Потерял Так Это Благодаря Тому Что Он Встал В Провокацию А Хан Повесил На него Понижение Брони Ну И вы Понимаете Понижение Брони И плюс Все Там По-моему Четыре Или пять Персонажей Прошлись По Железноголовому По удару И он Расклеился Так что А А в конце Боя В конце Уже Практически На финале Я потерял Еще и Микеланджело Я не знаю Как так Получилось Я все Тянул 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 Думал Успею Хильнуться Но Там Выдался Какой-то Момент В общем Я его Прозевал И он Получил А Он был На уклонении Я думал Что по нему Не попадут И не стал Его отхиливать Не стал Команду хилять Думал Промахнуться Но нет Почему-то Жестко Так прилетел Опять же От Хана Он сделал Свою Эту Коронную Фигню Ногами Вертушка Там такая И пробил Его К сожалению Так Ну что Друзья Мои Переходим На следующий Эпизод Шестой Здесь у нас Шестьдесят Пятый Уровень Я думаю Что Донателло Здесь еще До сих пор Неплохо Себе проявит Давайте смотреть А вот уже На следующем Эпизоде Будем Ребята Ручками играть И возможно Даже будем Оттуда Убирать Донателло Не знаю Посмотрим Как пойдет Ну вот Я считаю Что вот Основная тройка Это вот именно У меня Рафаэль Лео И Майки И Железноголовый Если бы Мне бы дали Выбор Кого-то Хочешь с собой взять Я бы еще Взял Железноголовый Потому что Два провокатора И два хила Плюс два атакера Это вообще Имбовая команда Получается Но Железноголового Надо Если честно Немножечко Подкачать Потому что Как сказать Он танк Все хорошо Но не хватает ему Селенок Ребят Не хватает силенок Тем более у него Вы сами знаете Два основных удара Да Это Ракетный залп И Поджог А удар Кулаком Он практически Никакого урона Не наносит И плюс У него Вот эта провокация Которая дает Возможность Понижения Скорости Врагам Как бы Ну это хорошо Да С одной стороны Но Именно чтобы Держать оборону В отличии От Рафаэля Железноголовый Не способен Не настолько Он хорош Поэтому нужно Его прокачивать Чтобы Более-менее Держался Он на поле боя Так ладно Видите Рафаэль Красавчик Просто красота Тем более Когда на нем Еще уклонение стоит Просто одно Заглядение Когда враг Его бомбит Промахивается А Рафаэль В этот момент Раздает Сдачу Так Ну что Здесь у нас Тихо Подожди 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 Донни Что-то ты Раздухарился Дайте мне Самому сыграть Я боюсь Сейчас Кто-то у нас Тут упадет Наверное Так Ну упал Маузер Дальше я Применяю Вертушку Они поставили На себя Видите Иммунитет Шередер Упал Дальше Падает Рокстеди И добиваем Бибопа Все друзья С Алина Сыграли Переходим С вами На следующий Эпизод Донателла Мы отсюда Из нашего Отряда Конечно же Будем убирать Потому что Он будет Сыпаться Так И это у нас Здесь Классика Шередер Донни Извини Без тебя Ну Смотрите У нас тоже Шансы Конечно Здесь уменьшаются Потому что Все-таки Три персонажа Остается А врагов Будет по Три-четыре В одной волне То есть Нам придется В два раза Больше получать Урон Ну если они Конечно будут По мне Попадать Но пока Как видим Все хорошо Семидесятый уровень Вроде бы Мажут Ну а мы Естественно Не даем Спуску Так Ага Хильнулся Ладно Отлично Тут Пять волн Переходим С вами На вторую Ну как вы знаете Три-четыре волны Это Обычные Тут Роботы Кланфутовцы Ничего Страшного Для нас В принципе Нету Плюс У нас Еще С вами Все Хилы Целенькие Мы Ничего С вами Не потратили И Супер Атаки У нас Тоже С вами Целые Так Давай Рафик Добей И Консервная Банка У нас Остается Да что ж Такое Я думал Добьет Отлично Рафаэль Красава Переходим С вами На Следующую Волну Ага Опять же Кланфутовцы И Маузер Так Добили Давай-ка Вот так Теперь сделаем Так Рафаэль Не смог Не смог Справиться Ладно Ничего страшного Кланфутовец Падает Этот Выеживается Массовая атака Сейчас получит Еще И остается Нам Просто-напросто Их всех Добить Раз И два Переходим На предпоследнюю Волну Опять Вся Команда В сборе Естественно Делаем С вами Массовую Атаку Хоба Кстати Я вот Говорил Если бы Мне Сказали Кого-то Хочет С собой Взять В отряд Друзья Мои Я бы Взял Наверное Все-таки Не Железноголового А Усаги Вот Усаги Это Вообще Красота На самом деле Да Мне кажется Усаги Будет Намного Круче Даже Чем Железноголовый Так Ну что же Мы с вами Дошли До Технодрома Угу Так И будем Неужели Неужели Крэнк Решил Выйти Давай Выходи Выходи Потирает Он там Свои Лапки Ёлки-палки Сейчас Пик Не успеет Как разлетиться В пух и прах Да Друзья Давайте Начнем С постепенного Урона Наверное Да Ага Повесили Дальше У нас Будет Ну Простая Атака От Майки Так Ему не нравится Что он там делает Ау Массовая атака Пошла Это плохо Друзья мои Потому что Ну потому что Вы сами видите У Микеланджело Очень мало Здоровья Так Уклонение Конечно же Уклонение Мы с вами Влепляем Надеюсь Он не будет Теперь попадать Что он там Бам Ага Промазал Ответочка Пошла Оуу Парень По-моему Тебе Конец Ну-ка Майки Добей этого Ахламона Угу Ну что же Тогда Лео Бамс Бум Такой вылазит Мамочки И падает Да друзья Крэнк Побежден Но не забывайте Что это еще Не последний бой Это был предпоследний Но тем не менее У нас с вами Здоровья было много Я конечно Немножко испугался Что мы можем Потерять в майке Но все отлично Так Шреддер Классика Мы с вами Зарабатываем И переходим На последний Восьмой Эпизод В классической Бойне Так Здесь уже Он будет Восемьдесят пятого Уровня Ух Здесь он будет Жестким Это я вам точно говорю Поэтому давайте будем Играть с вами Аккуратненько Как говорится Не распаляться По пустячкам Так Маузера добили Угу Так Консервные банки Выделаются Да Ладно Давай-ка так сделаем Добьешь Нет Рафаэль Не может добить Не хватает у него силы Конечно Если по урону Смотреть То у Лео Конечно Вообще колоссальный урон Наверное Самый сильный Это Лео Но может быть Из-за того Что у него и уровень Извините меня Девяносто второй Не знаю Если бы мы прокачали Например Рафаэля тоже Тогда можно было бы судить Кто из них По атаке сильнее И кстати Знаете Что я еще заметил Что когда На твоих героях Стоит контратака При контратаке Они наносят Почему-то Больше урон Чем при обычной Я не знаю С чем это связано Но вот такое вот Дело присутствует Так У них месть Еще тут висит Угу Ну-ка дай-ка Я вот этого хламона Добью Так Месть Ну видите Да Что такое месть Так Попробуем бомбануть О Неплохо Кстати Так Майки Добей его Шикарно Бумс Что ж Будешь делать Поехали Надо снять шлем И теперь уже попробовать Нет Майки Не справиться С этим делом А так Если сделать Упал Молодец Так Остается Последний Клан Футовец Ну все Ему хана Друзья Ааа Массовая атака Да Хочешь и хочешь Нам придется По моему С вами использовать Хил Придется Да Наверное Но Не в этом Не в этом Раунде Чуть-чуть Попозже Сейчас посмотрим По состоянию Если у майки Будет Здоровье Меньше Половины То Придется нам Просто Активировать Хил Да что ты будешь Делать Они все Массовыми Атаками Все Друзья С вашего Позволения Я использую Хил Просто уже Пришлось Так Начинается Опять у них Всякие массовые атаки Плюс иммунитет Плюс отхил Да Висит на них Давай добьем Наверное Так Майки Добей пожалуйста Молодец И вот этого И смотри Бомбит по кому Именно по Микеланджело Так Сможем пробить его Угу Не получилось И Опять же У нас Здоровья у майки Почти половина осталось Только То хильнулся И на тебе Опять надо Так Делаем уклонение Хотя зря Я его сейчас потратил На самом деле Нам надо было На последней волне Это применять Все дела Хорошо Будем компенсировать Тогда суператаками Не будем их тратить Да Прибережем На всякий случай Хорошо что они Сейчас пока промахиваются Ай-яй-яй Все на майке Ты посмотри Что творят А Что Опачки Друзья Это Это плохо Это плохо Ой-ой-ой Давай хиляться Срочно Срочно Родной Он 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 Почему-то Опять Какой-то Унылый Я не знаю Что происходит С ним Почему Он Впадает В грусть В такую Ну вот Друзья Вроде Ничего на нем Не висит Плохого Да Никаких Плохих Статов нету, но он почему-то вот паник головой у него, видите, урон получается, с чего вдруг это все делается, я не пойму опечален он короче, клан футовец падает так, консервная банка выеживается давай ее добьем хорошо, и переходим на последнюю пятую волну вот она вся шайка-лейка давай начнем вот так вот, боюсь, майки мы здесь потеряем ой, как не хотелось бы, друзья мои как бы этого не хотелось, очень сильно будем сейчас делать с вами массовые атаки так, массовые атаки, поехали зачем я это сделал, если здесь, е-мое шреддер, шреддер давай, наверное, мы попробуем его пробить, ну-ка получится постепенный урон, в принципе, должен его ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой они заблокировали мне хил, ты понял я не смогу захиляться, провокации у меня тоже нету, ладно что же делать-то, можем ну давай попробуем, друзья, я хотел ударить, но просто мне майки нужен, мне его жалко терять ой-ой-ой-ой, массовая атака, друзья твою же маковку блин да чтоб тебя, он тут еще летит промахнись, все-таки как ни крути, ребята но майки я потерял, я хотел чтобы он выжил, но, видите, не получилось не забывайте, 85 уровень враг здесь очень сильный да, я, наверное, этого крэнга все-таки ушатаю, хотя вряд ли у меня получится так, что он сейчас что он там потирает ладошки так, что такое ого вау, я в первый раз, друзья мои, увидел ульту от крэнга в первый раз давай добьем, наверное вот так, и мы один на один с бибопом тут да ладно, я еще и в оглушении неужели я еще и не смогу пройти, друзья по-моему по-моему у меня здесь нету вариантов, он меня сейчас отдубасит согласись, это было самое нелепое поражение которое можно было бы вообще увидеть ой да ну что вы думаете, я соглашусь на такой расклад? нет, ребята на такой расклад я не соглашусь я это испытание должен пройти я его пройду поехали зачем я вставлю здесь на автобой, а? потому что я немножко здесь сплоховал во-первых, я потерял майки я не знаю, почему он, ребята, грустит но почему он постоянно впадает в какую-то грусть и начинает вот хандрить с чем это связано, пока не знаю ребят, если вы знаете, почему с ним такой проблем ну, сейчас в данный момент понятно, да? на нас стоит штука, что мы не можем применять иммунитет к себе это ладно, ну там-то не было никаких плохих статов там у нас не висело и вот он начинает вот эту вот грусть свою врубать вот, видите? сейчас бодренький ну понятно, может быть из-за того, что баф плохой с нас слез и он стал веселым не знаю так, опять мне придется за ним смотреть опять контролировать именно майки 82 уровень самый слабый персонаж в этой компании в этой, как говорится, каточке поэтому, естественно, они все все просто на него прут смотри-ка, надо же кто-то даже решил Леонардо бомбануть но это, конечно, было зря так ну давай, майки так, Лео оп, молодец третья волна ну, до четвертой, пятой волны мы с вами очень быстро добираемся смотри здесь либо отхил нет, я буду просто атаковать потому что у меня здесь есть двойная атака лучше, конечно, бомбануть лишний раз так крик ага, маузера добили и пошло-поехало, да? клан футовцы начинают выделываться опять своими ну, конечно же, массовыми атаками плюс они поставили на себя автоматически отхил а мне, друзья, вот выбор, да? либо Рэй бомби либо хиляйся естественно, мне приходится хиляться хотя у Рафаэля вместе с Лео здоровья полно только лишь ради Микеланджело мне приходится это все делать и опять же, смотрите, опять же только отхилялся и все, как говорится пошло по накатанной опять у него здоровья мало так, это у нас какая-то третья только волна, да? только лишь третья так, переходим на четвертую и тут у нас две консервные банки два клан футовца и маузера я в данный момент уклонения ставить не буду я его приберегу как раз на последнюю волну и вот там-то я как раз и влуплю так, добьем добили конечно, тут желательно бы ой-ой-ой-ой-ой что он делает? тут, друзья, желательно конечно, бомбануть массовая атака если хотим, чтобы ну, быстрее с ними разобраться со всеми плюс они еще на себя тут шлемаки понадевали Майки, ты опять за свое, да? ты опять за свое тебе опять здоровья мало так, что будем делать? подождем Хилла, наверное, да? Хилл откатится и, наверное, подлечимся я думаю так хотя, друзья, смотрите у нас ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой нельзя, нельзя, нельзя нельзя этого допускать смотрите опять, я не знаю вот, сейчас он веселый сейчас он веселый все я беру провокацию потому что это у нас два последних персонажа потом будет у нас заключительная битва и лучше у меня пускай Рафаэль будет стоять в провокации сразу же сейчас мы еще, знаете что с вами сделаем нет, уклонение я все-таки включу потом так, двойная атака по консервной банке Рафаэль, добей нет, тогда Лео и переходим на последний бой как раз Рафаэль у меня в провокации сейчас надеюсь, его не ушатает тут быстро Шреддер, нет давай в Крэнга Крэнга боманем может быть постепенно урунда повесили отлично теперь вешаем уклонение вот так вот пускай теперь попадут хотя они могут так, посмотри как этот я только сейчас увидел что Крэнг там висит чуть ли не вываливается елки-палки так, успокойся Шреддер промазал молодец так, держать массовая атака конечно же нельзя этого упускать так, что там пейу ответку ему, пожалуйста все минус Крэнг так Бибоп что делает иммунитет вешает естественно что же он еще может сделать так беремся теперь за Шреддера отлично хорошо так ну что-то Рокстади тут выеживайся получи люлей нормуль майки опасно опасно это делать давай-ка лучше мы с тобой Бибоп попробуем бомбануть пробить его теперь надо Ходжа нормуль и добивочный от Рафика вот, друзья вот так вот проходится на 3 звезды последнее, как говорится испытание последний эпизодик фух да я получаю Крэнга классического 1 ДНК ну вот вот все теперь я спокоен у нас это испытание пройдено остается уже девичья сила но это друзья мои на завтра на завтра чтобы было как говорится чем заняться кстати у нас еще есть немножко сыра а я могу здесь что-нибудь пофармить могу и пожалуй сделаю разочек да а ну-ка комикс чувак нормуль кто бы мог другого что-то предположить конечно же комикс выпадает мне причем друзья смотрите этого комикса здесь вообще нету с какого вдруг перепуга мне выпал какой-то а не вру тут можно было оказывается вот так вот приподнять думаю что это они мне тут чушь какую-то пишут ну что друзья на этой ноте я пожалуй буду закругляться всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков удачки вам удачки вам Субтитры сделал DimaTorzok